Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Мусор у нас вывозился за последние три недели дважды Это было 6 января, вечером 6 января и вечером 12 января Соответственно, вот уже 9 дней и мусорная куча, она растет и растет И, конечно, речи о нормативном вывозе мусора раз в три дня, о котором заявляет Алла Албегова, речи не идет Не реже одного раза Не реже, да, не реже одного раза в три дня, конечно, тут нельзя сказать Можно чаще Можно чаще, да Так вот, Станислав, вопрос-то, собственно, в чем? Мусорный коллапс, он все-таки есть или его все же нет? Вы знаете, на мой взгляд, это тот случай, когда привязываются к словам То есть то, что у нас происходило в празднике и происходит сейчас до сих пор Люди привыкли называть мусорным коллапсом Вот, и жители не задумываются о происхождении и значении этого слова Вот, если кто считает, что коллапс это что-то другое, ну пусть Вот, на мой взгляд, суть не меняется Так, так это все-таки коллапс или нет? Вот, я хочу просто сказать, да Если кто-то считает, что это коллапс, пусть будет коллапс Если кто-то считает, что это хаос, пусть будет хаос Может кто-то считает, что это мусорный расколбас, я не знаю Как не назови, у нас, в принципе, ситуация на улице не меняется Не изменится У нас вывоз отходов пока не организован Региональный оператор в штатный режим у нас не вошел Вот, мне с утра шлют фотографии разных площадок То есть у нас очень многие площадки просто мусором завалены Я свою тоже могу послать попозже Вот, как это, не назови Понятно, то есть от перестановки мест слагаемого, что называется, сумма не меняется И, в общем-то, проблема есть Разумеется, нет, проблема есть, называть ее можно по-разному Хорошо, причин, относительно причин этой мусорной проблемы было высказано много И все-таки, да, на ваш взгляд, в чем они состоят? Ну, давайте так, может быть, можно ли это всего было избежать? Вот, на мой взгляд, можно Здесь было два пути То есть, первый, это можно было оставить прежнего перевозчика Который за два года уже сумел выставить работу на рекламе Это мы говорим про АКДУ-3, да? Да, АКДУ-3 Вот, значит, нареканий особых от Кировчан к нему уже не было Я сужу и по прошлому Новому году И по режиму самоизоляции Когда там буквально два месяца граждане сидели дома Активно мусорили, то есть никаких завалов не было Был организован вывоз, он был ежедневный Все было в порядке Вот, ну и второй путь, если в школе взялись сами То есть нужно было, наверное, к этому подготовиться Еще в октябре начинать набор обучения водителей Вот, тщательно проверить наличие всех площадок в системе управления отходами Ну и самое главное, выстроить маршруты для мусоровозов Так как грамотная логистика – это основное То есть нужно знать все вплоть до того, с какой стороны заезжать Во двор, к какой площадке дальше ехать и так далее То есть это, в принципе, не так все просто Вот, ну и сейчас ситуация показывает Наверное, этого сделано не было И смотрите, вот у прежних перевозчиков, на мой взгляд, да Это уже был как некий отработанный навык То есть привычка А у моих бывших коллег из Куприта Вот такой навык только по Новогатскому району То есть где они Отлично, два года сами вывозили отходы То есть по остальным районам города Кирова Такого навыка, к сожалению, нет Ну вот вы сказали, нужно было начинать в октябре выстраивать маршруты А кто должен выстраивать маршруты И каким образом это вообще происходит? Вот как система эта организована? Ну региональный оператор должен был выстраивать маршруты Может быть провести какие-то консультации с прежним перевозчиком Ну то есть они не выстраиваются автоматически Их нельзя, например, взять у КДУ, если они уже отстроены, да То есть их нельзя позаимствовать Нужно как-то по новой всю эту работу вести Ну вот я сейчас здесь сошлюсь на директора КДУ-3 Который говорил, что в принципе есть маршрутные журналы Это как часть отчетности перевозчика перед региональным оператором Вот есть некая система Виалон Где все маршруты дублируются То есть получив туда доступ В принципе можно было все маршруты взять Как бы отработать Почему это не было сделано? Вот тут я не готов сказать Потому что с ноября я в компании не работаю Сколько нужно времени, вот вы сказали, что нужно набрать сотрудников Обучить их, сколько времени нужно на то, чтобы набрать необходимый пул сотрудников Обучить их, да, и учитывая, что есть определенная текучка кадров Вот в этой специальности Сколько вообще нужно пропустить через себя людей, что называется Чтобы вот именно найти людей, которые будут работать постоянно, качественно и ответственно Ну я думаю, что 2-3 месяца нужно было для этого заложить Так, и вы сказали еще, что нужен был вариант оставить прежнего перевозчика На ваш взгляд, здесь в чем причина? Там официальную версию мы знаем А в чем ваше мнение каково? На мой взгляд, просто компанию вытеснили с рынка С мусорного В принципе все об этом говорят То есть все это как бы ситуация такая понятная Но мы об этом, наверное, попозже поговорим Как дальше будет вот эта вся ситуация с мусором развиваться, на мой взгляд? И какой прогноз вообще, когда все закончится? Я считаю, что если будут набраны все водители Будет организован ежедневный вывоз А у нас большинство площадок в городе Кирове предназначены именно под ежедневный вывоз То, наверное, ситуация может к марту и как-то выровняться К марту, то есть до весны мы, в принципе, будем вот так вот мучиться И каждый раз в целом режиме просить купить вывезти мусор Сегодня 21 января, переполнения все еще наблюдаются То есть до 1 февраля ситуация точно не изменится в лучшую сторону Кардинально имеется в виду Поэтому думаю, что в феврале мы еще помучимся немножко Так, я поняла, прогноз на март Так, а по поводу мусорной базы Да, мы знаем, что есть версия, ее озвучивают региональные власти Что вся вот эта проблема произошла из-за того, что исчезла база мусорных контейнеров Вы на этот счет высказывались, я знаю Поясните, пожалуйста, может ли вообще база пропасть или не может? Насколько это вообще реально? Насколько я знаю, то есть эта вот база, система управления отходами Это некий единый сервер, который находится не в Кирове Вот, то есть там все площадки Все площадки Кирова или все площадки даже там каких-то других городов? Как бы всех регионов Вот, как-то навредить из Кирова, то есть что-то оттуда изъять На мой взгляд, невозможно Вот, еще один момент, о котором я говорил и директор КБУ говорил, Вячеслав Олегжанин То есть не было сбоев у нас по Новоядскому району в новогодние праздники И не было сбоев по тем площадкам, где работала компания Интексервис То есть это подрядчик Куприта Они работают по той же базе, то есть в системе управления отходами То есть они свои площадки все видели, работали, вывозили Почему-то исчезли площадки именно в других районах То есть, на мой взгляд, это как-то маловероятно Ну и плюсом, у нас же есть перевозчики, которые работают в районах области Ну, то есть прежние подрядчики Вот, и власти сами заявляли, что у нас во многих муниципальных образованиях Никаких сбоев с вылазом нет То есть они работают с этой же системой Абсолютно нормально То есть у нас база данных пропала как-то выборочно Только у одного оператора и только в одном городе Да, но потом Алла Викторовна Албегова в интервью в одном То есть это даже было не интервью По-моему, программа в смысле на Девятом канале Вот, сказала, что уже не пропала часть данных Да, она была просто некорректной базой, она сказала Видимо, части площадок просто не было Так, а эти слова вы как оцениваете? Ну, у нас есть реестр мест накопления, которые ведут органы местного самоуправления В принципе, еще раз повторюсь, да, если он готовится заранее, все это можно было сверить Ну, если я не ошибаюсь, Алла Викторовна в этом же интервью сказала Что муниципалитет не очень ответственный к этому отнесся И ей пришлось буквально там в ручном режиме Там разговаривать даже с Геннадием Плеховым Чтобы все эти площадки все-таки внесли в реестр Ну, возможно, я при этом в теории не присутствовал Нет, это она озвучила как раз в программе, которую вы упомянули Но факт остается фактом То есть если КДУ вывозила нормально все площадки То есть сейчас выясняется, что 163 площадок в базе нет Ну, я не знаю, с чем это связано Ну, давайте, вы уже не раз упомянули сегодня как раз интервью Вячеслава Валикжанина К нему обратимся Значит, в этом интервью он сказал, что За каждый случай несвоевременно оказанные услуги Рекоператор штрафовал компанию на сумму от 100 тысяч до 3,5 миллионов рублей Это за каждый случай не вовремя оказанные услуги Да, и мы знаем, что по закону, и вы тоже об этом сказали, что мусор должен вывозиться не реже одного раза в трое суток Есть по этому же закону допустимое отклонение суммарно в течение месяца 72 часа Если я не ошибаюсь, там, по-моему, 48 часов единоразово То есть максимальный вот этот вот срок, когда рекоператор может не вывозить мусор Это 5 суток Собственно говоря, и если рекоператор, ну или там перевозчик, да, его используют, например, в начале месяца То потом, все последующие дни, он должен вывозить его там раз, не реже, раза в трое суток Так вот вопрос, это я все к чему, да, веду За неоднократный срыв сроков вывоза мусора Будет ли как-то региональный оператор, на ваш взгляд, наказан? Если это возможно, то как? Ну вот смотрите, Куприд сам себя точно не штрафует Да, вот Но штрафу может наложить госжилуинспекция, может наложить прокуратура за оказание некачественной услуги Вот поэтому, значит, в этой части, мне кажется, Куприд может быть наказан Что касается жителей, да, то, значит, меня юристы поправили Действительно, можно сделать перерасчет, если услуга не была оказана То есть вот за все случаи как раз не вывоза и оказания некачественной услуги То есть может быть перерасчет сделан гражданам Независимо от того, как рассчитывается плата с квадратного метра, либо с человека Ну, касаемо перерасчета И насколько я понимаю, чтобы сделать перерасчет, нужно доказать факт, не надлежащий оказанной услуги В договоре оферты, вот в том самом, который размещен на сайте рекоператора Четко сказано, что чтобы составить это так, не надлежащие оказанные услуги Собственники должны пригласить представителя регионального оператора Для этого ему, как минимум, нужно дозвониться Если я там, я на своем примере расскажу Если я, например, в начале января без проблем дозвонилась в Куприд И говорила, что у нас там мусорная куча, приедьте, пожалуйста То за последнюю неделю, вот за эту неделю, я не дозвонилась туда еще ни разу В понедельник я позвонила 11 раз И я не дозвонилась ни разу, потому что время ожидания чаще всего Я слышу в автоответчике, что время ожидания ответа оператора более 10 минут И мне кажется, что это только очень упорные люди могут дождаться, когда один будет Поэтому, кто должен вообще доказать вот этот факт, что нарушения были? То есть, если я не успела, если я не смогла пригласить представителя Куприд Если я не смогла, например, как-то этот факт зафиксировать Ладно, я его сфотографирую, что дальше я с этим должна делать? И кто должен, прокуратура, каким образом она должна этот факт зафиксировать? Можно написать заявление в Куприд, можно написать заявление в госжилу инспекцию Если есть фотографии, приложить Написать, что вот есть факты не вывоза мусора в такой-то период А кто мне поверит? Вот я скажу, что вот у меня там вывозили мусор 12-го числа, сегодня 21-го, мусор не вывозили Придут, там госжилу инспекция напишет запрос рекоператору Рекоператор предоставит фотографию, скажет, что вывезено Потому что мы помним, что на недавней комиссии городской думы, которая была на прошлой неделе Представитель как раз Роспотребнадзора говорил о том, что рекоператор недостоверную информацию дает по площадкам Ну на самом деле это в принципе легко проверить То есть в АСУ как раз есть все трекеры Но ведь нас к АСУ-то никто не допустит Нас, посторонних людей Ну посторонних людей не допустит, но контролирующие надзорные органы допустят Вот, я насколько помню по своей работе еще в Куприте, да, то есть у нас люди приходили просто с объективными очевидными фактами, с фотографиями Ну и как бы им делали перерасчет То есть даже без вмешательства прокуратуры То есть мы должны все-таки прийти в Куприт, в офис Куприт, отстоять там Написать заявление Написать заявление, да, насколько я знаю сейчас приема граждан нет Но есть механизмы передачи документов, то есть можно принести их, как бы оставить Я думаю, что вопрос решится То есть, так, тогда вопрос по перерасчету Вот он, я так понимаю, что с ваших слов он может носить заявительный характер А вот так, чтобы в автоматическом режиме пересчитали всем горожанам Потому что акции эти массовые, вернее, нарушения это массовые, обращения массовые Чтобы в автоматическом режиме пересчитали, такое может быть? Вы знаете, здесь, наверное, нужно какое-то волевое решение, скорее всего Ну, возможно, как раз контролирующих надзорных органов Сделать перерасчет всем Но, опять же, здесь вот встану на сторону Аллы-Албеговы То есть у нас по Новоярскому району, в принципе, увозили нормально По тем площадкам, где идентик-сервис, увозили нормально Поэтому перерасчет нужно делать именно по заявлениям И там, где услуга была некачественно оказана А я вот еще хочу с вами... Перерасчет носит именно заявительный характер То есть это вот важно То есть все-таки заявительный, все-таки в автоматическом режиме А, например, если я обращаюсь по своему дому, по своей квартире Например, моему дому может быть сделан автоматический перерасчет? Вот, честно говоря, здесь не готов ответить, можно ли так сразу по целому дому Можно лучше, наверное, собрать все-таки заявление жильцов Понятно Так, и хочу я... Можно посоветоваться с юристом, то есть выступить от имени ТСЖ Или там какая у вас форма управления Ну, то есть какое-то либо коллективное заявление, да? Да По поводу штрафа, вы сказали, что контролирующие органы могут наложить штрафы Я вот здесь хочу уточнить, потому что штрафы, я так понимаю, что они будут наложены Вернее, выплачены, скорее всего, там, либо из бюджета Куприта И Куприт потом скажет, что у нас не хватает денег Придут в область и скажут, давайте нам субсидии Либо могут быть, что из бюджета погашены Ну, то есть штрафка вообще как мера наказания, она вообще в данном случае эффективна или нет? В любом случае наказание и штраф, конечно, эффективны То есть организация потратит свои деньги за... А свои ли деньги она потратит? На оказанную услугу Ну, здесь, знаете, тоже вопрос, да То есть понятно, что это деньги налогоплательщиков Но для организации это как бы ее деньги То есть которые она могла бы использовать на какие-то иные цели Ну, то есть вообще методы и способы наказания Куприта есть, да? Какого-то эффективного призванника Да, да, да То есть на этом должна быть что? Воля контролирующих органов? Ну, я думаю, не то чтобы воля, да То есть сейчас же идут и проверки, и прокуратуры, и ГЖИ уже в курсе, что происходит То есть я думаю, что к этому все придет В нормальном текущем режиме без какого-то там волевого решения То есть нарушение это здесь налицо Я просто смотрела вот как раз заседание комиссии городской думы И насколько я поняла, я не знаю, смотрели ли вы Но насколько я поняла Там из выступления представителя Роспотребнадзора, депутатов Что никаких вообще там эффективных мер для призвания Куприта к ответственности нет Вот это просто какое-то, знаете, как вот стучать в закрытую дверь Ну, не знаю, готов не согласиться Все равно в любом случае штрафы, нарушения Это все равно некая мера И которая при, не знаю, определенном накоплении, да То есть при накопительном эффекте может выстрелить как-то еще и по-другому Это особое мнение Станислава Куршакова Мы продолжаем тему мусорных проблем в городе Станислав, как вы считаете, расследование со стороны депутатского корпуса Которого инициировали в ОЗС Оно как-то способно вообще повлиять на ситуацию? Я думаю, что, конечно, способно Во-первых, это прецедент У нас такого никогда не было Во-вторых, то есть здесь вот это вот расследование позволит Собрать максимум информации Его как-то систематизировать, проанализировать Понять, из-за чего были такие сбои, кто в этом виноват Вот, может быть, дать основу уже для расследования, не знаю, там Каким-то иным органам, может быть, правоохранительным Вы считаете, что здесь есть что-то расследовать правоохранительным органам? Вот именно как раз это и нужно понять Потому что информацию так просто никто не дает У депутатов есть право провести такое расследование Сделать свои выводы и передать информацию Может быть, сделать ее открытой, публичной Чтобы люди знали, почему такое происходило Поэтому я считаю, что эффект в любом случае будет И начинание хорошее А предложение его председателя ОЗС Владимира Костина О том, чтобы включать депутатов ЗАГС-собрания В состав советов директоров областных компаний В том числе и Куприта, как вы оцениваете? Ну, тоже поддержу, мне кажется Для повышения прозрачности и открытости Чтобы понимать, что происходит в областных предприятиях Мне кажется, эта идея хорошая Тем более, насколько я знаю По муниципальным предприятиям такая практика есть То есть некоторые депутаты городские Уже входят в руководящие органы Либо в наблюдательные советы Но поэтому я считаю, что предложение хорошее И на собрание акционеров То есть, если будут такие предложения Если акционеры согласятся То есть можно депутатов включить в совет директоров Вы сегодня упомянули о том, что компания КДУ-3 Ну, там, вот Тем, что отказались от сотрудничества с ней На 2021 год Ну, таким образом выдавливают с рынка А вот эту ситуацию с мусором И некоторые спикеры И в том числе даже И в СМИ федеральных об этом написали В Коммерсанте, я, например, читал Называют эту ситуацию переделом мусорного рынка Вы согласны с тем, что передел Вот этот мусорный передел сейчас происходит? Ну, скорее всего, да, соглашусь Вы так-то поясните это Была отлаженная система работающая Потом внезапно у нас появляются новые аукционы С такими драконовскими условиями Явно сделано для того, чтобы не допустить к участию Действующих перевозчиков Даже несмотря на предписание УФАС В части В части обеспечения контрактов То есть там было 30% от стоимости договора Сделали 25% Все равно Никто из действующих перевозчиков На это просто бы не пошел Ну и драконовские, на мой взгляд Ну, то есть ввели ограничения на участие в конкурсе Определенное Да Ну, вот поэтому Я считаю, что это сделано, да Чтобы убрать с рынка действующих перевозчиков И, ну, как бы заняться самостоятельно Вывозом отходов Зачем? Привлекают для этого, как говорят, государственные предприятия Для чего это сделано? Ну, у меня на этот ответ На этот вопрос нет ответа А интересант, может быть, вы назовете? Ну, может быть, интересанты вы назовете? Кто, в чьих интересах все это происходит? Ну, тоже не готов сказать Хорошо, давайте тогда Тоже про мусор, но О деньгах поговорим Значит, во-первых, поговорим про стоимость В официальной группе правительства Кировской области Вконтакте я прочитала, что Там был достаточно подробный материал О том, что происходит вообще в мусорной сфере И вот там было сказано о том, что Почему мы, собственно говоря, перешли Вот с 1 января на вот такую систему Потому что та система, которая действовала до 1 января Она, собственно говоря, была непрозрачной Да, и вот в этой группе написано, что Четыре частные компании, которые занимались Вывозом отходов Они были аффилированы друг к другу И из-за этого жители Несли необоснованные расходы На транспортировку отходов Потому что данные, когда формировался тариф Данные основывались на коммерческих предложениях И я процитирую Реальные затраты транспортировщиков не раскрывались Первый вопрос, так ли это На тот момент они не обязаны были раскрывать Свои затраты по закону То есть это так, но обязанности такой не было Поэтому там никаких нарушений в этой части нет Тогда второй вопрос Если это было доподлинно известно И все понимали, что, наверное, здесь завышен тариф По части транспортировки Почему никто эту ситуацию никак не решал И почему никак не бороли Самое главное, с этим завышенным тарифом И не пытались его снизить И даже когда ФАС признал о том, что тариф завышенный Как раз в части транспортировки Куприд все равно пошел в суд Это данное решение оспорил Ну, вообще, вы знаете, подается, во-первых, тарифная заявка в РСТ РСТ все это тщательно рассматривает И уже после этого тариф утверждает Я, насколько знаю, всегда тарифная заявка И в прошлые годы и сейчас Она подается несколько выше, чем утверждает РСТ Ну, то есть, с учетом того, что вдруг РСТ там не согласует И можно будет куда-то упасть, да? Ну, возможно, какие-то необоснованные траты исключаются В любом случае, то есть, как бы, тариф проверяется и утверждается Вот Не знаю, больше он стал или меньше Ну, я не понимаю, честно говоря, вот такого подхода Что касается той ситуации, когда УФАС Предложил убрать затраты на мусоровозы Да, то есть, Куприд посчитал, что это решение необоснованное Его отстоял в суде И, как бы, тариф, ну, в принципе, вернулся к прежним показателям Вот Так, хорошо У нас до перерыва остается 3 минутки Я думаю, что я Мы пока еще поговорим про мусор И я не могу не спросить, конечно, про тему задолженности Куприд Перед компанией, которая осуществляла сбор и транспортировку мусора И Вячеслав Олегжанин, как раз директор КДУ, об этом в своем интервью сказал И вот я Он, кстати, сказал, что рекоператор не перечисляет деньги с июля Этой компании Я не так давно, в начале декабря, общалась с представителем Уружумского района Там вывозом мусором занимается авиатская экологическая компания Так вот, на момент разговора Задолженность рекоператора перед компанией Составляла чуть ли не несколько сот миллионов рублей Я вчера поискала на сайте арбитражного суда И нашла исковых требований ВЭК Куприду На сумму почти 300 миллионов рублей И понятно, что ВЭК там, в свою очередь, должны за топливо, за какие-то еще расходники И получается, какая история Получается, что Куприд собирает деньги с жителей, они уходят наверх А обратно тем, кто работает на земле Ну, кто работал, да, кто сотрудничал с Купридом Они не возвращались Вообще, как так вышло и какое дальнейшее развитие вот этой ситуации может быть? Я, честно говоря, не понимаю, почему так вышло Есть определенный, скажем, люфт временной Для проверки, скажем так, выведенных объемов отходов То есть, когда все проверяется, согласовывается, деньги перечисляются Почему такая отбительная задержка, я, к сожалению, не знаю А выход в этой ситуации только один То есть, требовать деньги через суд, я думаю, наверное, так и будет сделано перевозчиками То есть, суд, это, в принципе, единственный способ на сегодняшний день получить как-то свои... Ну, конечно Да, только в судебном порядке То есть, если ситуация не изменится, как бы, по доброй воле Разумеется, только суд Вчера Роман Титов, вице-спикер ОЗС, у себя в Телеграм-канале написал Что действующая редакция территориальной схемы обращения с отходами В том числе с твердыми криминальными отходами незаконна Вы в своем паблике написали, что ваши источники эту информацию тоже подтвердили Я хочу спросить, что это может означать, да, и чем это все нам грозит Вот, к сожалению, пока не готов сказать, чем это нам может означать Правительство уже сказало, что не вся террасхема, а только ее часть Приданной незаконной якобы для кировчан никаких изменений не будет Я пока пояснить, честно говоря, не могу А часть эта, она связана с закрытием полигона в Осинцах Или это о чем-то ином разговор Не разбирался пока глубоко в этом вопросе, пояснить не могу Я обязательно, если разберусь, обязательно в своем же паблике об этом напишу Хорошо, давайте мы уйдем сейчас на перерыв У нас гость сегодняшнего особого мнения Станислав Куршаков Замдиректора оригинального оператора по вывозу мусора с 2018 по 2020 год Мы сделаем перерыв, вернемся и продолжим, наверное, еще немножко про мусор поговорим Потом перейдем к другим темам Возвращаемся в студию, продолжаем особое мнение Его гость сегодня Станислав Куршаков Мы чуть-чуть еще поговорим про мусор У нас до конца, вернее, так много времени В начале осени прошлого года, как мы помним, по решению суда был закрыт полигон в Осинцах История эта тянула... Там были только не закрыты, были наложены обеспечительные меры То есть решение суда именно о закрытии полигона Есть решение о наложении обеспечительных мер То есть он не может принимать отходы Так вот, стоял вопрос, куда везти кировский мусор Я так понимаю, что были определены несколько полигонов Они потом один за одним стали... Часть из них отказалась Часть из них вела ограничения на ввоз отходов И, как я понимаю, сейчас кировский мусор везут на полигон в Лубягино Но, насколько я знаю, 31 декабря он должен был прекратить эксплуатацию Его эксплуатация должна была быть прекращена Вопрос, почему этого не сделали Насколько еще хватит полигона в Лубягино И куда мы дальше будем возить свой мусор, когда его объемы закончатся Ну вот смотрите, сейчас из Кирова отходы везут, насколько я знаю, в Лубягино И на полигон в Оричах Вот, по терсхеме можно еще возить в Зуевку В Зуевский район Но до Зуевки там, насколько я понимаю, 200 километров Поэтому, если сейчас при такой ситуации с вылазом мусоровоза еще будут ехать в такую даль То есть, мне кажется, что еще хуже только в городе станет Поэтому два полигона Лубягино и Оричи Интересен, какой факт То есть, по терсхеме, насколько я знаю У каждого муниципального образования есть основной полигон, есть резервный Для Кирова основные полигоны это как раз Лубягино, Оричи и Зуевка А резервными являются те полигоны, которые не являются основными Это какие полигоны? Ну, то есть, по идее, если для Кирова основные полигоны это Лубягино, Оричи и Зуевка То резервные полигоны, все остальные То есть, если что-то происходит с Лубягинским полигоном Либо Оричевским или Зуевским Могут везти, я так предполагаю, на любой другой полигон в области На любой другой, в смысле, там хоть, не знаю, в Шабалинский район Ну да, но в прошлом году, я знаю, что были письма То есть, возить на полигон деревни Барановщина Куменского района Вот, то есть, потом жители Нижневкина жаловали, что там растет мусорная гора То есть, в принципе, вот я думаю, что можно так А вот насчет того, что растет мусорная гора Когда задумывалась вот эта вся реформа, мусорная реформа Вообще, ее смысл был в том, чтобы как-то организовать утилизацию всего этого мусора Строить там мусоросрозировочные, мусоросжигательные заводы Ну да, нужно отходить от полигонного Да, какова перспектива вообще, что вот эти все проекты, которые нам там рисовали И рассказывали о которых, да, вот, что все это будет Насколько это реально теперь уже? Ну, вот первая сортировка, насколько мне известно, должна появиться в Шабалинском районе Или в 22-м, или в 23-м году Вот, также сортировка планируется на новом комплексном объекте Который правительство собирается строить, насколько я знаю, в Кирово-Чепецком районе Ну, это сортировка, мусор отсортируют, а куда его повезут-то? То есть его куда-то повезут Я говорю, что мусор отсортируют, а куда дальше его повезут? То есть его повезут куда-то дальше на что? На переработку? В какие-то другие регионы или как это будет происходить? Пока нет своих мощностей По переработке, разумеется, наверное, будут возить в другие регионы То есть, если пластик, это может быть Нижний Новгород Завод, там, фантастик, пластик, бумагу, я думаю, что можно где-то и в области пристроить Нам, жителям, от этого в тарифе что-то мы получим увеличение цены? Вот от этого транспортируют Пока не готов сказать, скорее всего нет Скорее всего нет Поняла Есть ли у вас информация, как обстоят дела с мусором в районах области? Потому что я знаю, что есть те районы, которые заключили договора успешно Есть те, которые, ну, собственно говоря, до сих пор живут даже без коронавируса Полной картины у меня нет Очень много пишут из Котельничья и Котельнического района То, что там ситуация аховая Пишут из Юрьянского района То есть тоже, что не вывозятся отходы Слишком поздно, видимо, заключили договоры Не хватает техники Вчера написали из Орловского района И Даровского, не знаю, правда или нет, что работает один из Орловского на два района Тоже ситуация, как бы, не очень А полной картины, к сожалению, нет Понятно Вот люди сами неохотно, как бы, пишут из районов То есть приходится самому где-то мониторить какие-то паблики районные Но вот полной картины нет Ну, то есть проблемы есть тоже Есть, но не везде, да Потому что нужно понимать Если заключены договоры с прежними подрядчиками Которые всю эту систему знают и работают То проблем с вывозом, например, как в Афанасьевском районе В Белыхолуницком районе То есть там у них, как бы, все вроде бы в порядке Работают прежние подрядчики, поэтому проблем нет Станислав, у нас до конца эфира четыре с половиной минутки остается Я предлагаю к другой теме перейти Сейчас в ОЗС внесен законопроект Завтра с нам трех депутатов Это Юрий Балыбертин, Герман Гончаров и Владимир Юговкин Которые предлагают уйти от системы двоевласти И согласно проекту закона Глава городского округа будет избираться Представительным органам из числа кандидатов Представленных конкурсной комиссии По результатам кадрового конкурса То есть, по сути, это та же самая система, которая есть сейчас По которой назначается глава администрации Только глава администрации у нас будет теперь Не главой администрации, а главой города именоваться А председатель думы, который как раз глава города Он этот статус утратит Он будет просто председателем? Да, и он будет просто председателем городской думы Схема, в общем-то, понятна Как вы считаете, всерьез в системе городской власти Что-то это изменит? Ну, давайте так Я скажу, что я против двоевластия То есть, за город должен кто-то один отвечать В системе городской власти, безусловно Этот законопроект изменит То, что полномочия получит Кто-то один Для кировчан И это, мне кажется, более важно Этот закон не изменит ничего Потому что они, как сейчас, не участвуют В выборах руководителя города Так и не будут участвовать Так, ну вы сказали, что вы против двоевластия А вы за прямые выборы мэра? Или вы против? Я за прямые выборы То есть, если говорят, что вот Через прямые выборы могут пройти какие-то проходимцы И так далее Не знаю, может быть, раньше эта ситуация была актуальна Сейчас нет Сейчас и источников получения информации много И люди все как бы как на ладони То есть, понять проходимость Там, не знаю, жулик или вор Может любой человек, мне кажется И чтобы была Ну какая-то, не знаю Личная ответственность Перед жителями Разумеется, должны быть прямые выборы Хорошо, тогда почему вот эта инициатива Как ликвидация двоевласти Почему она возникла? Почему возникла именно сейчас? Я не знаю Наверное, лучше задать вопрос инициаторам Понятно Давайте к другой теме В ЗС активно идет обсуждение Потенциального кандидата на пост Главы ЗАГС собрания Называется несколько кандидатур На ваш взгляд, кто бы мог стать Следующим спикером ОЗС? Я, насколько знаю, ушли кандидатуры Германа Гончарова Юрия Балыбердина Геннадия Коновалова Ушли куда? На согласование Сейчас какая процедура Я не знаю Мне кажется, здесь Шансы есть у Германа Анатольевича Гончарова Он руководитель фракции Вице-спикер Человек системный Давно в политике То есть, может быть Шансы велики у него Юрий Александрович Балыбердин Находится на своем месте Сейчас, мне кажется Что касается Геннадия Коновалова То есть, не стоит забывать Что он работает на крупном предприятии Завод Лепси Поэтому Не знаю, сможет ли он Отпустит ли он Директор завода Геннадий Александрович Мамаев Эту должность Ну и тем более, есть ли смысл уходить Если до конца созыва Остается менее года, да? Да, поэтому Если задача просто Спокойно, как говорится Довести созыв Мне кажется, что Ну, с точки зрения Вот Партийных всех установок То есть Здесь кандидатура Гончарова Наверное, оптимальная Кандидатура Моего личного мнения То Я не знаю Меня импонируют Две абсолютно разные кандидатуры Это Роман Титов И Владимир Костин Понятно Так, а их Я так понимаю Ни того, ни другого В этом списке Которого было отправлено На согласование Нет? Вот, честно говоря Не помню Не помните Ладно Вот запомнил только Да, Гончаров, Балыбердин Коновалов Не знаю, есть ли они Ну вот Мне кажется Титов и Костин Такие живые Живые, молодые люди Грамотные, опытные Разбираются Во многих вопросах Вот Абсолютно разные Но мне кажется Вот у них получилось бы Спасибо Либо у того, либо у другого Хорошо Я предлагаю Тогда на этом На этой позитивной ноте Закончить Нашу сегодняшнюю программу Гостем Ее сегодня был Станислав Куршаков Депутат Законсобрания Области Пятого созыва Бывший Замдиректора Куприта Станислав Спасибо Спасибо До свидания До свидания Особое мнение На 101FM